Аварии и происшествия нередко со смертельным исходом были главными новостями всю эту неделю. Одно из самых резонансных произошло в центре Барнаула. На Красноармейском проспекте пьяный водитель влетел в трамвайную остановку. Машина сбила бордюр, пробила насквозь. Под колеса машины попали двое. 18-летнему парню оказали помощь на месте, а 22-летнюю девушку госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. По словам врачей, она в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. А в Рубцовске за руль сел 14-летний водитель. По сообщению правоохранителей, подросток тайком взял ключи от автомобиля у родителей, чтобы покататься. В результате он сбил 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу без светофора. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Еще одно смертельное ДТП произошло накануне утром недалеко от села Калманка. 32-летний водитель УАЗ остановился на трассе при повороте налево. В этот момент на него сзади наехал грузовой автомобиль и вытолкнул УАЗ на встречную полосу, где произошло столкновение легкового авто с микроавтобусом. Все обстоятельства сейчас выясняются, но от столкновения УАЗ загорелся. Его водитель скончался до приезда медиков. Также накануне в Барнауле случился пожар в двухэтажном доме на Тимуровской. Огонь бушевал на 100 квадратных метрах. Погиб один из жителей дома. Из-за пожара на этой неделе эвакуировали и полсотни человек из гостиницы «Турист». А в районе рынка Докучаева горели склады. Когда мы с вами не было огня такого, а сейчас его тушить бесполезно. Ох, бахает! Кроме того, на этой неделе из-за сильного ветра в Барнауле падали деревья. Одно из таких происшествий закончилось с трагедией. У поворота на поселок Черницк тополь упал на женщину, которая ехала на велосипеде. Она скончалась до приезда скорой. Организована доследственная проверка. Следователи следственного комитета проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы. В ходе проверки будут останавливаться все обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели в трагедии. А также будет дана правая оценка действиям лиц, ответственным за своевременное выявление и уборку насаждений, представляющих угрозу для граждан. Жители Алтайского края живут хуже, чем во многих других регионах страны. Такой вывод можно сделать, основываясь на результатах исследования «Рио-рейтинг» о материальном положении населения субъектов по итогам 2022 года. В топе худших регионов по благополучию людей наш край занял 75 место из 85. Лидером в списке второй год подряд со стопроцентным показателем является Ямало-Ненецкий автономный округ. Наш же регион набрал чуть больше 20 баллов. Несмотря на то, что субъект прибавил менее 1%, в целом мы опустились в ежегодном рейтинге на две строчки. Отметим, самым худшим регионам по материальному положению населения признали Ингушетию. Добавим также, что создатели соотносили доходы людей со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а также объемом вкладов на одного жителя, долей населения с доходами ниже границы бедности и т.д. А между тем, Алтайский край вошел в топ-5 регионов Сибири по количеству люксовых авто. Речь идет о машинах, которые стоят больше 10 миллионов рублей. В 2022 году в Алтайском крае зарегистрировали 117 премиальных авто. При этом годом ранее их было на 17 меньше. Таким образом, наш регион занимает сегодня четвертое место в Сибири по данному показателю. Об этом сообщает Банкфакс со ссылкой на исследование финэкспертиза. Отметим лидеры в этом списке – Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. В целом, в России в 2022 году насчитывалось почти 20 тысяч дорогих машин. Почеркнем, что по данным исследований, в Алтайском крае проживает порядка 14,5 тысяч человек, которые получают за свой труд больше 100 тысяч рублей. Треть районов Алтайского края может остаться без бензина в самое ближайшее время. Такие прогнозы делают специалисты топливной сферы. Проблема, по их мнению, в основном коснется частных АЗС, которые уже сейчас испытывают дефицит горючего. Как из этой ситуации выкручиваются бизнесмены? И стоит ли ожидать стабилизации рынка? На эти вопросы ответит Данил Кузнецов. Ну, вы знаете, на прошлой неделе, кстати, был момент, на Роснефти не было 95-го бензина. Роснефть, Газпром, Лукоил – крупные игроки рынка. И на их заправках такую проблему в целом барнольские водители не наблюдают. Если и возникали какие-то перебои с горючим, то в исключительных случаях. А вот частная АЗС до конца октября, прогнозируют эксперты отрасли, точно останутся без бензина. И тогда почти треть районов края, где есть только такие заправки, в прямом смысле ощутят тотальный дефицит топлива. Всего таких муниципалитетов 26. Бензин купить нельзя ни по какой цене. Его просто нет. Из-за того, что был провал на бирже, и все топливо уезжало на экспорт, и внутренний рынок просто оголили. Сейчас его в наличии нет. Как я уже сказал, сбыты нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС. Уже сегодня, говорит Юрий Матвейко, частным АЗС Сибири топливо почти не достается. И такая ситуация началась более месяца назад. Предприниматели стали выкручиваться кто как может. К примеру, перекупали розничный бензин. На одном тягаче, на Сидельном, у меня машина заезжала на Роснефтьевскую заправку, по топливной карте заливалась там, ну, когда по тонне, когда по полтонне. И ехал, с бензовозом сливался и делал следующий рейс, понимаете. Так я, в общем-то, за сутки мог спокойно там 10 тонн лозить. Сейчас, говорят эксперты, частный АЗС держится на остатках топлива, закупленного ранее. Им предстоит выстоять до конца октября. Именно тогда должны прийти первые вагоны с горючим, закупленные на бирже после отмены экспорта. И это еще не самый плохой расклад. В Новосибирске уже сейчас несколько заправочных сетей перестали продавать АИ-95 и дизель. В Новосибирске ситуация все-таки была немножко не такая. И поэтому вот эти сети, которые, в принципе, даже по дорогой цене бензин продавали, продавали, но закупали-то они его гораздо меньше, чем продавали, потому что, ну, все понимали, что оптовая цена вот-вот упадет и купим дешевле. И я так думаю, что они свои остатки не подрассчитали под реальный сбыт. По данным наших собственных источников, топливные компании уже установили цены на оптовую продажу горючего и в ближайшие пару дней начнут продавать его частникам. Это может стать спасением для тех, кто рискует не дотянуть до конца октября. С 2011 года ситуация не меняется. Под письмами можно только поставить дату. 11-й год, 12-й, 13-й. Каждое лето рынок в таком состоянии. Топливо уезжает, у нефтянников все хорошо, они зарабатывают. Частные АЗС работают, вот как мы с вами видим. Ровно так же получают вот такую нестабильную ситуацию и наши сельхозтоваропроизводители. Вопросы экспорта и обеспеченность внутреннего рынка горючим планируют поднять на заседании Совета директоров Российского топливного союза. Оно пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге с участием всех регуляторов рынка, в том числе антимонопольной службы и Минэнерго. Мы будем следить за развитием ситуации. Данем Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В ноябре в Барнауле начнут разбирать разворотные кольца на новом рынке. Довижение трамваев временно приостановят. В связи с этим в городе запустят новый автобусный маршрут – 99-й. В администрации Барнаула на неделе обсудили завершающий этап работ на путепроводе. Подробности в сюжете Валентины Аскеровой. Глобальный ремонт моста на новом рынке выходит на финишную прямую. То, как путепровод будет выглядеть, визуально уже понятно. Опоры возведены, пролеты сделаны. Сейчас строители готовят их для дальнейшей укладки асфальта и новых рельс. По окончании работ по заливке плиты монолитной и после заливки швов устройства защитного слоя бетона на плитах, приступим к гидроизоляции. Дальше уже все верхние работы, то есть дорожная одежда, трамвайное полотно будет устраиваться. На малом путепроводе приступили к уже устройству гидроизоляции. Заканчиваем монтаж швов. До конца октября основные работы завершат. А вот обустройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование, укладка рельсов на большом путепроводе, подключение трамвайной сети, планы на ноябрь и объект достроят вовремя. До конца ноября этого года, говорит подрядчик. К слову, на днях в городской мэрии обсудили все нюансы оставшихся работ. Особое внимание власти уделили организации пассажирских перевозок в ноябре. В периоде монтажа трамвайных колец со стороны торгового центра, Транспортная комиссия приняла решение вывести на линию 99-й автобусный маршрут. Он будет регулировать, по сути, единицу, аспорт АК-2, АПРЦ, Пионер, 4 автобуса большого класса. Это есть финансовые средства. Подиспечим подвозку людей автобусным маршрутом. Плюс сохраним тот бесприсадочный тариф, который был установлен на городском электрическом транспорте. Автобус будет курсировать с 6 утра до 9 вечера каждые 9 минут. На совещании, посвященном вопросам реконструкции моста, глава города Вячеслав Франк еще раз напомнил, что в период разбора разворотного кольца работу маршрута необходимо организовать четко, без перебоев. Валентина Аскерова, День с толком. В Барнауле накануне завершился 16-й Алтайский IT-форум. Это одно из крупнейших IT-мероприятий края, на которые приезжают гости из других регионов. В этом году внимание к форуму особенно большое. Ведь спустя полтора года после введения санкций, сфера информационных технологий вынуждена экстренно развиваться на рельсах импортозамещения. Так в рамках форума презентовали российскую экосистему печати «Катюша Принт». Подробнее об этом – далее. На Алтае начался 16-й региональный IT-форум. Это мероприятие объединяет краевых, сибирских и российских специалистов информационных технологий и становится площадкой для обсуждения главных тем отрасли. Одна из них – импортозамещение. Например, это «Катюша Принт» – наша экосистема печати, в которой увеличивают количество отечественных комплектующих. Вы можете печатать защищенные документы, печать по требованию. Есть документы для служебного пользования, предназначенные только для вашего личного ознакомления. Соответственно, вы получите документ на принтере, только когда непосредственно подойдете к нему и авторизуетесь. Вопрос информационной безопасности – тоже один из ведущих. По словам федеральных экспертов, в Москве очень ждут разработок в этой сфере. Руководство страны ставит задачу, в том числе и с нашими системами информационной безопасности, выходить на внешние рынки. В Москве собирались и обсуждали составить перечень этих барьеров и в Минэкономразвитии, Минцифры, в Думу попросить убрать барьеры, потому что иногда дело не в нехватке наших продуктов, а в трудности выйти отсюда. Но сами же гости подчеркивают, импортозамещением в IT в России занимались с 2014 года, но события 2022-го резко ускорили этот процесс. Поэтому и вопрос с административными и другими барьерами тоже скоро должен упроститься. Внутри страны формируется большое IT-сообщество, которое привозит в свои регионы отечественные технологии. Это касается и аппаратных частей, это и серверы, это и компьютеры, это и принтеры. Ну, вроде бы такая простая задача, но действительно она тоже у нас стояла под вопросом, а сейчас такие решения появились. Завтра в рамках форума участники обсудят переход на отечественное программное обеспечение и совместную работу бизнеса и госуправлений. Учителя Алтайского края получают один из самых низких окладов в стране. Его размер 6903 рубля. Такая сумма обеспечила нам седьмое место в антирейтинге, который составил профсоюз «Учитель России». Авторы собирали данные, исходя из приказов в открытом доступе по учителям, которые имеют высшее образование, но еще не наработали стаж и категорию. В рейтинге есть цифры, которые не менялись с 2016 года. На первой строчке списка расположился Приморский край. Там размер оклада учителей больше 21 тысячи рублей. Всего же в России 75 регионов, где оклады учителей ниже МРОД, который вводят на следующий год. Отметим, в семьи субъектах, среди которых Москва и Санкт-Петербург, действует своя модель оплаты, либо индивидуальный оклад. А в Шипуновском районе, вокруг одной из сельских школ, вот уже как полгода кипят настоящие страсти. Конфликт разгорелся после того, как в марте этого года в образовательном учреждении обвалился потолок. Руководство районного комитета по образованию тогда обвинило в бесхозности директора пострадавшей школы. Но с этим в корне не согласны родители. Они считали и продолжают настаивать на том, что бездействует как раз таки комитет по образованию и администрация района. По решению суда, последние должны были отремонтировать школу до 8 мая. Но дети и сегодня продолжают ездить на учебу за 13 километров от дома. Тему продолжит Юлия Щепина. Мы, родители учеников и коллектив работников Быковской школы села Быково Шипуновского района Алтайского края стали заложниками бездействия администрации Шипуновского района. Это видеообращение было записано еще в марте 2023-го. Тогда точка кипения наступила после обрушения потолка в Быковской средней школе. Капитального ремонта родители добиваются с 2015-го года. После инцидента школу закрыли на неопределенный срок. Сейчас 80 детей учатся в Шипуновской школе номер 2 за 13 километров от села Быково. Организован подвоз, но дети приезжают за час до начала уроков, подчеркивают родители. А обратного рейса могут прождать и больше двух. График уроков доп. образования сбился. Классы, которые должны были учиться в первую смену, учатся во вторую. Изначально родители просили организовать обучение детей в здании конторы Быковского СПК, находящегося в село Быково. На что получили отказ со стороны комитета по образованию. Председатель комитета по образованию на общем родительском собрании заявил, что после выставлено нами видеообращение о состоянии нашей школы. Помощи и поддержки от нее не ждать. Любые жалобы, поданные нам в госорганы, будут отвечать за внеплановыми проверками школы и дисциплинарными взысканиями от директора Быковской СОЧ. Родители говорят, председатель комитета по образованию района обвинила директора школы в бесхозности. Неоднократные жалобы с просьбами о помощи люди подали во множество инстанций. Краевое министерство образования, губернатору края, президенту, депутату Госдумы по округу. Правда, Краевой Минобор в ходе внеплановой проверки установил, права обучающихся не нарушены и отметил, Быковскую школу планируют капитально отремонтировать. Правительством Алтайского края 26 июня 2023 года направлена бюджетная заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на включение объекта в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на 2024 год. В настоящее время ожидается принятие соответствующего решения Министерством просвещения Российской Федерации. Результаты о рассмотрении заявки будут известны в конце текущего года. К слову, обещанные внеплановые проверки оказались не пустой угрозой, подчеркивают родители. Это стало причиной увольнения двух учителей, говорят люди. Председатель комитета по образованию позволяет себе морально унижать директора филиала, при родителях и коллективе учителей, говоря о том, что ей надо уйти в должности, уступив место другому. Директору были прислоены два дисциплинарных взыскания. Незаконно готовится очередное взыскание. Между тем, председатель СПК «Быковский» предоставил помещение и согласился оплатить все затраты, связанные с обучением и содержанием здания на момент ремонта школы. Они и родители вложили собственные средства и отремонтировали здание к учебному году, но учиться в нем не разрешили. Администрация района готова принять здание конторы СПК «Быковский» в безвозмездное пользование для организации образовательного процесса. В случае приведения здания в соответствии с требованиями санитарных правил, санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности за счет собственника помещения. Кстати, в помещении за свои средства установили пожарную лестницу и тревожную кнопку. Родители обеспокоены положением дел в сфере образования в их районе. Хотим отметить тот факт, что в Шипуновском районе мы не единственные. Горьковская СОЖ под угрозой закрытия, Белоглазовская СОЖ – рушится спортзал, Углаповская СОЖ – стройка замороженная, дети обучаются на строительном объекте. Список очень большой, поэтому мы предлагаем и считаем необходимым обратить внимание на качестве работы Комитета по образованию Шипуновского района. Самое печальное, что в сложившейся ситуации прежде всего страдают дети, подчеркивают родители и учителя. Помогите нам! Юлия Щепина, День с толком. Жители Барнаула жалуются на отсутствие вакцины от гриппа в поликлиниках. Несколько человек поведали об этом, позвонив в редакцию, одна из горожанок рассказала о проблеме на камеру. Как выяснилось, иммунобиологический препарат на прошлой неделе исчез примерно практически в половине учреждений края. Почему и когда вакцина поступит, выяснял Данил Кузнецов. Самый разгар прививочного сезона. Однако желающие защитить себя от вирусов столкнулись с проблемой. На большей территории края закончилась вакцина от гриппа. Инфекционисты заверяют, такой дефицит регион не испытывал ни разу за 30 лет. Как обычно, в сентябре я пришла в регистратуру, но мне дали талончик только на октябрь. В октябре я прихожу к врачу Рудаковой и вижу, она мне говорит, вакцина закончилась. Все. Врачи предполагают, что популярность прививки в этом году обусловлена широким информированием населения и после ковидной боязни вирусов. Предсказать такой ажиотаж было трудно. Известно, что на днях очередная взрослая партия вакцины поступила в Алтайский край. И мы ее ждали, конечно, несколько бы пораньше, но эти сроки все ожидаемы. Это госконтракт. Это не потому, что сегодня я поставлю побыстрее, а завтра подольше. Однако вакцину пока доставили не во все медучреждения края. Почти 400 тысяч доз должны распределить до конца недели. Благодаря этой партии количество привитых в регионе должно вырасти до 40%. То есть почти в два раза. Также в конце октября, начале ноября, должна прийти детская партия. А вот с коронавирусом все сложнее. По словам специалистов, бесплатных прививок просто нет. Даже для медиков. В поликлинике ответили, что вакцины нет. Это железнодорожная поликлиника города Новоалтайска. Новоалтайская поликлиника имени Лепиненко. Там тоже у нас нет вакцины. И на вопрос, когда будет, ни в железнодорожной, ни в городской ответить не смогли. Сейчас Краевой Минздрав уже прорабатывает вопрос с бесплатными прививками от коронавируса. Когда они появятся, неизвестно. Пока очень небольшое заказали. Чуть больше двух тысяч доз. Почему? Потому что активности населения на вакцинацию нет. Сейчас, по данным медиков, в крае от ковида в неделю прививается до пяти человек. Поэтому пока проблема не актуальна. Однако неизвестно, что будет, если в Крае придет новый штамм – Эрис, который хоть и не особо опасный, но жутко заразный. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе мир отмечал День психического здоровья. Этому событию в Барнауле приурочили большую конференцию психиатров, на которую съехались отечественные и международные специалисты. Столица Края в качестве места проведения выбрана не случайно. Алтайской психиатрии исполнилось 75 лет, и наши специалисты внесли огромный вклад в развитие данного медицинского направления. Почему имя Юрия Эрдмана – не пустой звук для экспертов-психиатров, какие темы изучают они сейчас и почему все это касается и нас с вами – узнаете далее. Лучшие умы и практики психиатрии сегодня в Барнауле на Всероссийской конференции о проблемах и достижениях психиатрической службы. Чем не ирония? Алтайский край регулярно в топе регионов по числу душевнобольных, как и цифры депрессивности сибиряков. И общая первичная заболеваемость выше, чем в Российской Федерации, но это не значит, что население Сибирского федерального округа больше болеет психическими расстройствами. Это значит, что мы лучше работаем, мы больше выявляем и мы больше оказываем психиатрическую помощь. За последнее время число пациентов с психическими расстройствами, в частности с депрессивными, растет. Это связано, наверное, с нестабильной социально-экономической ситуацией и в стране в том числе, но и в Алтайском крае тоже. Впрочем, на такую тонкую структуру, как душевная организация, влияет и климат, и специфика работы. Чем дольше сидим в офисе, тем меньше солнца впитываем. По итогу 2022 года в Алтайском крае было зарегистрировано 90 тысяч обратившихся к специалистам. Диагноз 63 тысяч из них – депрессия, тревожность. Можно сказать, это пациенты с более легкой формой, чем еще полвека назад. В то время больше страдали люди умственной недостаточностью, выявлялись легче. Больные шизофрении на втором месте и различные органические расстройства. Люди с неврозами и легкими расстройствами стеснялись в те годы до меня обращаться, потому что это был сумасшедший дом. Вы этого не знаете, но когда я был пацаном 10-летним, я подходил к этому забору, и где находились психически больные около гор больницы, это было страшное зрелище. Ночами там доносился гул, разбивались окна, крики, потому что не было никаких препаратов и людей удерживали вязками. С тех пор серьезно развилась фармакология, а науку начал двигать вперед главврач Барнаульской психиатрической больницы с 1948 года Юрий Эрдман. И разработки не останавливаются. Здесь развитие идет и научных исследований, они более критичные, может быть, более даже прогрессивные, чем в других регионах. Но, в общем-то, в науке не могут быть совершенно один стандарт, должна быть какая-то оригинальность. Оригинальность существует. Востребованная сфера популярна среди абитуриентов, а медицинский вуз регулярно актуализирует подходы к обучению. На кафедре за последние два года добавились две специальности ординатуры. Мы открыли специальность еще психиатрия, наркология и специальность психотерапия. И на кафедре психиатрии, медпсихологии и наркологии сейчас, с этого года, мы еще ввели новый модуль, новую дисциплину военная психиатрия. В рамках конференции специалисты обсудят современные проблемы, персонализированную психиатрию, маркеры в диагностике шизофрении, пограничное расстройство личности, влияние психорасстройств на мужское и женское здоровье. Конференция продлится два дня. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком. На конференции специалисты подробно обсуждали такие проблемы, как биполярное и пограничное расстройство личности, нарушение сна при депрессии, расстройство речевого развития у детей. А главный внештатный психиатр Минздрава России по Сибирскому федеральному округу Вероника Сорокина рассказала нам о том, какие психиатрические проблемы характерны для жителей Сибири, в том числе Алтайского края, и как у нас оказывают специализированную психиатрическую помощь. Отличается ли Сибирь от других регионов в плане психической картины жителей? Вот эта уникальная модель оказания психиатрической помощи в Сибири, которая создана где-то с первой половины 20 века, она дает возможность реализовывать, не реализовывать, а возможность работать со всеми слоями населения Сибири. У нас очень многонациональное население с различными национальными группами. Вот, например, мой учитель, профессор Анатолий Алексеевич Корнилов, он из Якутии, и он был первым врачом-психиатром, который заговорил с жителями Якутии на родном языке. Это уникальное явление, когда с психически больным говорят на родном языке, и до этого никогда не было. Поэтому именно в многонациональном регионе, в регионе с промышленной, с развитой промышленностью, в регионе с особыми климатическими условиями, естественно, и патоморфоз психических расстройств немножко идет по-другому, и оказание помощи также строится на других немножко принципах. Существует даже отдельное такое направление психиатрии, называется промышленная психиатрия, когда мы решаем, может ли человек с определенными проявлениями психического здоровья работать в тех либо иных условиях труда, во вредных, опасных условиях труда. Это первое направление. С другой стороны, каким образом вот эти условия труда, тяжелые условия труда в шахте, в металлургические комбинаты, либо, например, где-то на отдалении, в глухой тайге, влияют на развитие психических расстройств, на возможности адаптации, на развитие, на устойчивость, именно на стрессоустойчивость человека. Написано несколько и защищено несколько диссертаций на тему психические расстройства у работников угольной промышленности, психические расстройства у работников, работающих на алюминиевом комбинате в Новокузнецке. Такие же работы есть, касающиеся именно национальных особенностей. Например, работы, связанные с психическими расстройствами у бочатских телеутов, психические расстройства у жителей Горного Алтая. Все это с учетом влияния этнокультуральных, промышленных, экологических факторов протекает с определенными особенностями, а значит и программы лечения, программы реабилитации, программы превенции, то есть профилактики должны быть абсолютно другие. Вот это замкнутое пространство, тяжелый физический труд, ограниченное общение может привести, естественно, и к злоупотреблению психоактивными веществами, в том числе и алкоголем. Это может привести к истощению, к физическому истощению организма, и следствием чего могут явиться проблемы настроения, проблемы нарушения сна, общения и адаптации вообще, так скажем, вне шахты. Я привык работать с шахтерами, у меня особый сленг, у меня особая внешность, у меня особые взаимоотношения, когда он оказывается там среди ученых-психиатров, совершенно понятно, что трудность адаптации будет испытывать. Да никто не считает сибиряков самыми депрессивными, сибиряки просто самые организованные, может быть, не самые такие веселые и добродушные, но депрессия – это снижение настроения, депрессия – это отсутствие возможности получать удовольствие и радость от жизни, депрессия – это идиаторная, это моторная заторможенность. Вот что такое депрессия? Просто когда человек не очень общительный, более замкнутый, это у нас принято считать депрессивным человеком. Но вот именно такие черты характера, такие черты личности, о которых вы говорите, может быть, правильно вы сказали, накладывают именно климатические условия, экологические условия, условия жизни в промышленном производстве, тяжелые, в общем-то, довольно климатические условия, отдаленность. А есть ли какие-то особенности в оказании психической помощи населению в Сибири? На сегодняшний день, да, существуют значимые различия между регионами, между субъектами федерации, и все это связано больше все-таки с отсутствием до этого единой нормативно-правовой базы, но и в то же время это проявление особых организаторских способностей руководителей психиатрических служб. Вот, например, в отношении алтайской психиатрии я говорю, что это уникальная модель оказания помощи, когда впервые были созданы поликлиники неврозов, когда впервые стали заниматься отдельно, именно как отдельная специальность, наркологическими расстройствами, это трудовая реабилитация, и все это идет только по нарастающей. Например, в Кемеровской области в структуре медицинных катастроф есть специальная бригада врачей-психиатров и психологов, которые тут же, когда возникает эта чрезвычайная ситуация, выезжают на место, и в зависимости от периода этой чрезвычайной ситуации, объем помощи, он совершенно различный, программы оказания помощи совершенно различны, в первые часы это одно, через два-три дня это второе, в дальнейшем, когда развиваются через несколько месяцев посттравматические стрессовые расстройства, о которых вы наверняка все знаете, это совсем другие методы лечения, сопровождения и реабилитации больных. Независимо СВО, это землетрясение, пожар, трагедия в семье, также может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, это отдельное заболевание с особыми симптомами течения, с особыми разработанными программами, методическими рекомендациями, клиническими рекомендациями. И вот в последнее время вот эта методическая база настолько дополнилась и помогает, оказывает помощь при таких расстройствах. Гармонизировать внутреннее состояние, доказано учеными, помогают активный отдых и приятное время препровождения на свежем воздухе. На этой неделе в крае произошло немало событий, связанных именно с преобразованием общественных территорий. Так в Заринске протестировали новый фонтан, в Бийске обсудили создание площадки для экстремального спорта, а в Барнауле – концепцию благоустройства парка имени Ленина и приступили к созданию эскиза парка к 300-летию Барнаула. Но эти все проекты – проекты ближайшего будущего. А в Новоалтайске на неделе открыли новый сквер. Он включает в себя баскетбольную, волейбольную и тренажерную площадки, детскую игровую зону, пешеходные дорожки, столики и лавочки. Насколько расширились возможности для проведения досуга там – смотрите в сюжете. Новая точка притяжения в Новоалтайске – сквер молодежный. Еще совсем недавно на этом месте были заросли деревьев и мусор. У нас очень мало парков такого масштаба и с таким наполнением, поэтому очень классное место. Хорошая площадка, новую площадку построили. Теперь здесь много игроков играют. С головаткой вот так вазить. Ну еще тут, кроме луна, площадка просто подкачаться. Две площадки – это вообще замечательно. Еще хорошо, что разный интерактивчик – это тоже. Короче, все супер. Еще программа – это очень классно. Всем советую куда-нибудь сюда прийти. Сквер молодежный – первый для данного микрорайона. Он появился благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Работы вели два года. Работы проводились в два этапа. В прошлом году подготавливался участок. По второму этапу проводились работы полностью по установке всех бордюрных камней, укладки асфальта, укладки щебеночного покрытия, укладки резинового покрытия, укладки брусчатки, подготовки ливневых стоков, дорожных болотен вокруг участка, ну и малая архитектурная форма площадки. Также в сквере установили освещение, видеокамеры и озеленили территорию. Однако на первом этапе застройки возникли некоторые технические сложности. На этой территории проходила теплотрасса, и мы вынуждены были выносить за границы. Мы понимали, что в случае порыва вся вот эта красота будет нарушена. Нам выделили дополнительное финансирование, больше 9 миллионов рублей. Мы провели конкурсные процедуры и вынесли опасный коммунальный объект за территорию нашего сквера «Молодежная». Всего на выполнение работ по благоустройству затратили порядка 40 миллионов федерального, краевого и городского бюджета. Я очень рада, что этот сквер тут у нас появился, потому что тут, знаете, были заросли и все. А сейчас просто сердце радуется. Есть где детям отдохнуть, где пожилым людям отдохнуть, на лавочке посидеть, познакомиться, пообщаться. Кстати, уже известно дальнейшее благоустройство Новоалтайска. В этот раз конкурс выиграли сразу два объекта. Большая пешеходная зона, которая проходит по нескольким центральным улицам, и сквер Победы на улице Дыповская. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует. Редактор субтитров Н.Аккуensions. Вот, вы можете вам не снимать. Продолжение следует...